первый день выставки пир 45 минут по мкаду и посмотрим что там будет в этом году насколько активность увеличилась по сравнению с прошлым годом судя по всему все знакомые подтягиваются на выставку так что это значит все выходят из сумрака из берлога вылазят и уже не так боятся корону хотя все-таки еще есть куча ограничений надеюсь будет круто вот они я снимаю первый день привет друзья мы снимаем мой сортный блок ты не готов арикатон получается в 3 3 камеры на стенде сфт проводим сфт и гравитас навсегда сфт всегда поддерживает меня и мне три часа чтобы заварить свой кофе в фильтрах и я вот подобрал 8 сортов которые я покупаю в ассортиме из ассортимента сфт и сейчас буду заваривать фильтр термосов сейчас будет дорога пробовать и я тоже сорта в основном это несколько африк мытый натуральный одна колумбия один натуральный гондурас мытой эфиопия первого грейда кений две штуки поэтому короче хороший супер очень хороший ассортимент здесь восемь восемь пять плюс и хорошо есть что заварить пополучиться эйо first off the list you need a dj with a quick viz revolution my man listen to the sound attack come on the company by the heavily high-rime radio drive plus swing king tech the bus and bring death the style of beyond call my leader put me on the sick and the lyricist for those who wanna repose and sleep then we'll wake up shows with no beach we stand peed in the glow with the ассортимент гаспинт он the issue of the city of the big the trigger the bigger the bang the bigger the bang the bigger piece that's why а 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 здесь у нас что-то особенное сам финин спешил это дриппакеты клёвая пластиковая упаковка это уже есть дриппакеты но не такая клевая упаковка на ту что пойдет верле короче супермодники из питера раньше здесь володя не нашу жарила теперь я не знаю кто там жарит но пойдем на стендрокенрольщиков рокетт Глоточек кофе, пожалуйста, конечно. Все, что налить? Кению, давайте натуральную Кению. Глоточку? Да. Какая глоточка? Мы не снимаем для моего YouTube-канала, поэтому... Натуральная обработка Кения очень редкий кофе, на самом деле, потому что в Кении в основном это обработка, а здесь вот... Натуральная обработка, подобрать-то, рокет, не нравится, какие-то, что-то наоборот, на поселке Мост-Рентген. Супер модники, рок-н-ролльщики. И упаковка такая приятная. Ну, короче, характерная кислотность, характер Кения есть, но за счет натуральной обработки очень намного больше тела и хорошая складка. Сейчас чуть подостенет, я думаю, появятся ферменты. Это стенд компании импортера зеленого зерна Олом кофе. Это одна из трех, по-моему, самых клубных компаний по производству кофе в мире. Владеет своими плантациями, станциями обработки. Короче, мега-мега-мега-мега-мега-мега, супер-гигант. И у них есть отделение Specialty Coffee. И там работает мой старый приятель, бывший коллега Данил Панов. Олом, как я понимаю, занимается производством растворимого кофе. Можно... Либо это их личный собственный бренд, либо это можно заказать себе в собственную торговую марку. Моретти Голд, Сублимакса. Блин, они такие крупные. Есть... А, закрыто. Я думал, открою, сейчас посмотрю. Даже через банку. Короче, все знаете, что в мире это тот, кто там появляется растворимый кофе Specialty. Но реально произвести вкусный растворимый кофе, но себестоимость такого продукта, она просто космическая. То есть, там килограмм или... То есть, если в переводе на чашку выходит 6 или 8, 10 тысяч рублей за килограмм. Ну, я думаю, короче, это 8-10 раз дороже, чем обычный кофе. И, соответственно, чтобы произвести доступный по цене растворимый кофе, приходится использовать какие-то жесткие технологии заваривания, приходится брать самое дешевое зерно. Соответственно, вкус на выходе мы получаем не такой классный. Если бы мы брали сюда лакшери кофе, то и результат получался лакшери, но это стоило бы просто космос. Если бы я делал такую банку кофе, чтобы я ручался за качество, то банка кофе вот такая, там, 100 грамм, она бы стоила примерно там 5 тысяч рублей. За такие деньги растворимый кофе, мне кажется, ну, мало бы на него было маленький спрос. Соответственно, вот в этом и затыка индустрии спешил эти кофе и растворимый. То есть, очень дорого, как бы, рынок не понимает. Но возможность готовить растворимый, крутой, есть. Этот бренд, ладно, рекламировать не будем, все замажем и идем дальше. Сейчас идем. Самый популярный в России, самый массовый производитель кофе из Specialty Fine Commercial. Это Тести кофе. Посмотрим. Приятная пачка, красивая наклейка, дизайн, все. Я уверен, что кофе тоже крутой. 10 пакетов, понятно. 10 пакетов, хоть 10 с половиной грамм. Баночки, капучино. Я бы, кстати, попробовал, мне кажется, тоже вкусно. Капсулы под формат подходит для Nespresso. Для тех, у кого есть капсульная кофемашина, могут покупать капсулы. И вот Колумбия, Дулима, великолепный кофе. То есть, относится к категории Specialty, поэтому я бы покупал бы. И на сайте, насколько я знаю, цены довольно-таки демократичные. И этим они круты и своим сервисом, и стоимостью. Ну, это не вы. Типа, заваривай где угодно. В этом смысл брить пакетов берри, это смесь, 100% арабика. В общем, наверное, белый цвет, скорее всего, под молочные напитки, чтобы такой более, 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 более насыщенный. Таким образом, в напитках с молоком кофе чувствуется вкус. Для того, чтобы кофе всегда получался вкусным, оборудованием нужно очистить. Вот это вот таблетки, эффективное удаление кофейных масел. Вообще рекомендуется очистить кофемашину каждый день. И когда я начинал работать бариста, вот это была основная проблема. Мы приезжали в любое место, кофейню, ресторан и так далее. И люди даже не знали, что нужно очистить кофемашину. Соответственно, сейчас, конечно, уровень образования бариста по всей России, он намного вырос, но я считаю важным подойти и сказать, что, ребят, целый стенд химии, если у вас такого нету, то находите свою химию, моете кофемашины и дома, и в кофейне, и вообще. Легендарный сэмпл ростер Балит. Все китайцы мира просто мне пишут, дайте отзывы, дайте отзывы, как Балит, что, как. Все хотят его купить, и я вот, честно говоря, вижу его вживую. Я потрогаю? Ну, а видишь? Маленькая-маленькая сэмпл ложечка. Вот здесь вот у нас получается температура зерна, время, температура барабана, хит-пул и мощность нагрева. Маленькая-маленькая крышка и маленькая. Все такое маленькое, компактное, и вот, как я понимаю, здесь вытяжка. Короче, для тех, кто хочет начинать заниматься обжаркой или рассматривать сэмпл ростер, вот, я думаю, стоит обратить внимание. Короче, 800 грамм загрузка, 600 на выходе. Я думаю, этого ростера хватит и микро-кофейни, и импортера зеленого зерна, и, в принципе, как домашнюю машину тоже можно использовать. Практически мы пришел к главным блогерам. Нет, я пришел к блогерам. Мы завариваем кофе в воронках с целью продвижения нашей торговой марки, которая занимается изготовлением кофейных носков. Вот, посмотри, тебе дарили вообще? Тебе не дарили. Нет, я крепко. Так, да, сейчас. В общем, это кофейные носочки. Вот эти носки изготовлены в коллаборации с Катей, coffeination.ru. Вот, очень модные, стильные, современные. Все ссылки добавим. Да, мы все добавим. И еще я хотела рассказать про очень хорошую вещь. Воронка для путешествий, она складная. Я в ней заварила кофе в горах в Дагестане. Это очень хороший материал, типа полиэтилена. Он выдерживает много-много завариваний при высокой температуре. Она складная, разборная, то есть вообще не боится ничего. У меня подобная есть металлическая. Это типа от японцев. Да, это русский аналог. На самом деле, да. Это то, что я понимаю, она более практичная, потому что японская, она такая чуть-чуть не канала, что она дикие вещи, прикольная. Да, да. Вообще у меня тоже металлическая такая есть от японцев. Я в Токио покупала. И потом, когда мы увидели, мы решили его. Будет прикольно добавить. Ты цветные носки носишь? Позволяешь тебе быть ярким? Конечно. И я выбрала вот такие носочки для тебя. Они всегда дадут жизнерадостное настроение любому твоему образу. Как раз я хочу забазу. Моя любимая порода – это такса. Такса, которая любит кот. Все за папа. Спасибо, что пришел. Спасибо. Спасибо вам. Да. Вот кофейку попробовать от Кати. Теперь дошло. Да, давай. Катя, подошел. И садись. Ребят, просто космос. Посмотрите, вот. Марка кофе. Премьера кофе настроения. Зеленый цвет. Просто кайф. Я пробую кофе из Греции. Обжаршки топовые. Называется «Андердог». И греки вообще номер один. И каждый год выходят в топы мировых чемпионатов. И поэтому кофе. Мне нравится в Кении. Чуть темнее, чем я привык пить, жарить. Ну, это особенности национальные. Поэтому так. Это «Андердог». «Андердог» – это, типа, правильная расшифровка этого слова. Кто-то такие, знаете, ребята, которые не палятся и занимаются своим делом где-то в подполе. Можно кофемашину покрасить? Можно. Какой цвет? Какой? Арсений, для тебя? Блин, ну ты же черный. Какой тебе еще нужен? У меня фирменные цвета черные, синий, красный. Ну, вот синий, красный, пожалуйста, скажи там твой играл. Сделаю тебе. Гарик Харламов раскручивает свои мега-хутдоги. И вот уже раз. Офигенная очередь. «Андердог»